Вот уже третий год по России шагает вахта Героев Отечества. И, наконец-то, участники военно-патриотического проекта приехали в Омск. Делегация Героев России и Советского Союза 21 марта посетила Кадетский корпус, где прошел чемпионат Омского гарнизона по рукопашному бою. Спортивный праздник, посвященный героям, офицерам, курсантам и патриотам Родины. В данном случае 20 героев Советского Союза и России прибыли для того, чтобы провести вот эту вахту, чтобы провести патриотическую работу с молодежью, для того, чтобы к нам пришла смена. Делегацию российских героев возглавил командующий воздушно-десантными войсками России Владимир Шаманов. После его напутствия прошло несколько торжественных церемоний. Одной из самых значимых и долгожданных стало вручение удостоверения и значка судьи всероссийской категории. Корефея армейского рукопашного боя в регионе Виталий Батищев ждал этого 8 лет. Сейчас нас в Омске двое. Это я и Тонов Виктор Алексеевич. Мы имеем право обслуживать эти соревнования, в результате которых могут присваиваться звания мастера спорта. Чемпионат по армейскому рукопашному бою стал последним мероприятием трехдневной вахты, за время которой делегация гостей провела встречи и беседы с молодежью Омской области. Уже прошли встречи с нашим юным населением, со всеми ребятами в районах Омской области, в городе Омске, с патриотическими клубами. Все герои России провели семинары, провели встречи очень достойные, где рассказали о том, что такое подвиг, что такое героизм и что мы должны помнить. Армейский рукопашный бой в Омской области – это более полутора тысяч спортсменов и чемпионские традиции, что своим примером подтверждают выходцы из данного вида спорта Александр Шлеменко и Дмитрий Якубович. Слабых спортсменов не наблюдалось и на Омском чемпионате. Справа присматривался к нему, потом понял, что боец пропускает удары в голову. Ну и вот и на технику уже работал. Борьбу защищался от борьбы. Вот так и силой воли, конечно. С помощью этого удалось одержать победу. Состав участников – 18-летние воспитанники сильнейших омских школ – гарантировал интересные поединки во всех весовых категориях. А выиграть досрочно или победить по очкам удалось не без помощи болельщиков и тренеров. Постарался каждого ощущать, кто где, с какой сын, кто что хочет подсказать. И каждого переработать все это в голове, чтобы понять, как правильно сделать. Ну вот, постарался, повезло. Лучших бойцов Омского гарнизона выбрали по олимпийской системе. И чемпионы, размявшись на домашних стартах, вскоре попробуют свои силы на чемпионате России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова